953 равномерно заряженный шар дан вектор проведенный изначально из центра сферы в центр полости надо найти электрическое поле внутри полости нарисуем увеличенную виде эту полость вектор проведенный из центра шара и рассмотрим какую-либо точку местоположение которой будет задаваться радиус вектором r1 радиус вектор r1 будет направлен из центра большой сферы поскольку теорема гаусса можно использовать в тех случаях когда наблюдается какая-либо симметрия то здесь нам удобнее рассмотреть сплошную сферу радиусом r равномерно заряженную без полости и посчитать поле в том месте где у нас предполагается поместить эту полость и рассмотреть саму полость как отрицательно заряженную отрицательно заряженный шарик который помещен внутрь этой положительной заряженной сферы плотность заряда здесь будет минус ров а здесь плотность заряда в плюс ров если мы отрицательно заряженную сферу поместим сюда то у нас в центре образуется область пространства в котором заряд будет равен нулю также точно так же как и в этой вырезанной сфере и запишем связь до поле внутри сферы отрицательно заряженной будет направлено к центру если мы какую-то точку возьмем напряженность поля будет направлена в сторону совпадающую с радиус вектором которым обозначим r1 это будет напряженность поля создаваемая отрицательной сферой внутри этой сферы радиус r1 проведен из произвольной точки точка p произвольная точка p в центр сферы поэтому можем записать что у нас сумма векторов r1 плюс r1 равно а найдем поле равномерно заряженной сферой поле равномерно заряжен заряженного шара не сферы для этого выберем точку которую мы договорились обозначать буквой p проведем радиус вектора который мы договорились обозначать вектором r1 а это вектор r радиус заряженного шара и проведем сферу которую мы пунктируем здесь обозначили поверхность которой равна s очевидно что она будет равна 4p r1 в квадрате запишем теорему гаусса для напряженности электрического поля по поверхности s давайте буквой s1 обозначим поскольку она связана с радиусом r1 поток вектора напряженности электростатического поля будет равен единице разделить на епсилон с ноликом для размерности и умножить на сумму зарядов которые находятся внутри то есть интеграл по объему который находится внутри этой сферы внутри s только те заряды которые попали внутри заряды которые вот здесь оказались мы учитывать не будем ρ умножить на dv посчитаем сначала правую часть это легко сделать в правой части у нас будет стоять ρ константы вынесли максимум с ноликом а интеграл от dv это будет объем шара 4 третьих p r большое 1 в кубе а в левой части у нас поскольку мы выбрали сферу все точки которые находятся на одинаковом расстоянии от центра равным r1 е будет равно константе поэтому мы ее вынесем а площадь поверхности будет 4p r1 в квадрате 4p r в квадрате сокращается и учитывая направление векторов вектор e1 будет направлен вдоль радиус вектора r1 поэтому мы запишем вектор равенства ρ разделить на 3 ε с ноликом это мы нашли поле которое создает положительная сфера в точке r1 находящейся внутри этой сферы то же самое сделаем для точки которая находится на расстоянии r1 от центра проведем маленькую сферу внутри нашей отрицательно заряженной сферы и точно так же рассчитаем e отрицательная минус будет равна ρ на 3 ε с ноликом r1 вектор учитывая что r1 совпадает по направлению с вектором e отрицательной заряженной сферы напишем здесь такой знак суммарное поле по принципу суперпозиции будет определяться выражением e равно сумма положительной заряженной сферы без всякой полости плюс поле создаваемое отрицательно заряженной сферой находящейся внутри шара ой, все это не сферы, а шары речь идет о шарах это положительный шар поле положительного шара а это поле отрицательного шара ну и видно что выражение здесь у нас имеет одинаковый со множителем ρ, который мы вынесем деленное на 3 ε с ноликом и здесь останется r1 плюс r1 учитывая что r1 плюс r1 это у нас есть а получим такое выражение которое и является по сути дела ответом что означает это выражение оно означает что если у нас внутри положительно заряженного шара вырезали сферу из центра провели радиус вектор а напряженность поля в любой точке будет направлено параллельно этому вектору а